Казахстан, Тириден, Федорович, привет! Мы уже все видели этот снимок. Почему-то мне некоторому не понравился, а мне так нравится. Еще только весна была, вот он весь в корнях, вот он персик, а вот он сюда вставил в эту двухлитровую, еще раз повторяю, бутылку, вот у нас он вставил самый обыкновенный горшочек, в сумме получил, смотри, корни, и приходит, я уже показывал, что он чем-то пристал, нет, а вот свежий снимок, видали? Это еще весной, а уже ком держит, представляете, уже ком держит. А с этого, вы говорите, осенью. Так, теперь, ребята, я вам знакомлю с моим другом поэтом Юфериевым Сергеем, вот. Здесь очень много его стихов, мы все читать не будем, но самое главное, понимаете, сегодня особый день, я закончил прививки, прививки пошли, вот. У меня в прошлом году плохо пошли. Я думал, неужели я разучился? Но если вспомнить, что в прошлом году ни одна нырня не было, а дождь из этого, колодезной, то есть вода колодезная, она мертвая, я лишний раз убедился. Потому что у нас даже овощи не выросли. Где, когда сухая, овощи не росли. Поливая, не поливая, не растут, и все. Эта вода может быть. И вот еще я хочу сказать, я все время забываю. Все равно, даже если у вас нет воды с неба, если вы не запасли бочки, дождевой водой или снеговой талой, а поаккуратнее с водой, которая из колодца. Очень жесткая, и она, если много-много поливать, особенно, не дай вам, Боже, эти благозарядные поливы, не дай Бог, когда с запасом. Помните, два-три полива за лето, закачал на все лето хво. Вот эта дурь, которая, а они учителя, они же не только сами делают, а нас учат. И что получается? Когда Евгений Федорович, где-то мы подружились лет 20 назад, я не знал, что он поет. Он так же, как вот мы сейчас, тут правильно, тут неправильно, а это неправильно, это правильно. И вот тогда он взял и начал уже не просто поет, не просто стихи, а стихи-то наши, садоводческие. Давайте немножко почитаем. Умоляю вас, мне так нравится, не хочется только о грустном. Итак, Сергей, благодарю за внимание. Это я, это самое, я уже давно вспоминал, и поставил ему привет, несколько лет мы не общались. За учившимся биологом. Если бы слушал ваш медведь, что хозяин леса, то, наверное, из вас он бы выгнал беса. Все биологи, забыв про природу и мудрость, так настырно все несут полную абсурдность. А народ развесил уши, есть такое. Род открывшись слушает. И в садах нитратные он марину кушает. Да, медведей не хватает, он бы вас послушал. А потом за этот бред без марины скушал. Кто же вам мозги забил традиционной технологией? Далёк от самой природы стандартной болтологии. Оглянитесь на природу, здесь ты в своём всём месте. Без вмешательств и гордыни, и не в слепом протесте. Вот, я взял, посмотрите, ребят. Вот я хочу, чтобы стихи-стиками перевести всё в науку, в будущую науку. Вот здесь вот, это моя фотография для будущих этих. Ну так хорошо, что у меня часть, скотик упал к соседу за забор. И там им некому было собрать. Свои-то я забирал. И вот я тогда увидел вот эту картинку, сделал фотографию. Так, смотрите, ну разве мы, наука, если мы это понимаем, мы любители, я понимаю, не можем взять и устроить простейшую, но самую эффективнейшую селекцию. Ведь здесь при одинаковых условиях большая часть косточек даже не закопаны и всё равно сгнили. Так? Даже не закопаны. А снегу было 20 сантиметров всего. И тем не менее, вы видите, вот эта вот живая растущая гдала, видите, да? Раз. Вот эта, по-моему, тоже живая, вот-вот, хорошо опустила. Два. А вот эта уже целая, этот, целый саженец, три. Ну, сгнивших на сто процентов, ну, тут есть непонятное, ну, три к одному. Ну, мы что, для того, чтобы нам найти наиболее устойчивое к сырости, вот это первое проявление, что у каждого косточки свой характер, ещё у них будет свой характер на морзостойкость, так, нет. Вот. На состав почвы. Всё это будет потом. Но уже сейчас, взяв тысячу, пять, десять тысяч в косточках, сделав специальную гноильную технологию, и хотите, помогу научу, гноильную технологию, вот, я могу вам предоставить, конечно, не бесплатно, десять, сто тысяч в косточках. Две тысячи в косточках могу вам дать, прямо сейчас, сегодня. И вы с помощью именно вот такой простейшей селекции, вот они лежат и умирают, гниют, а некоторые держатся, и ещё держатся, и вот они роски пустили, и вот саженцы, и они дали потомство, но сделать так, что потомство дали не все, все не надо. Вот. Почему не надо? Посмотрите, сейчас. А, я потом ниже покажу. Все, это не значит, что они все полноценные. Все взойдут, ещё не все. Вот эту простейшую селекцию подбора наиболее надёжных, на самый главный враг у абрикосов, это влажность. Я ничего не выдумал. Многие забывают об этом, поэтому пишут, абрикос, запитая слива, яблони, груши, а не антиподы, яблони, груши, антиподы, слива, абрикос, антиподы. И вот тут-то можно было бы уже страну насытить абрикосами, которые не боятся влаги, ну, не полностью не боятся, они тоже когда-то сгниют. Ну, произвести такую селекцию, а я вам дам 200 тысяч кусочек продам со скидками, а, господа наука. Ну, кто-то там, хоть один-то, назовитесь, сочнитесь, вот, и это будет началом нового масса, прорывов с удовольствием. Вот я почему-то уверен, я даже не говорю, что вот мой круг, вот, сейчас все со мной согласны. Это все, пример, для чего? При одинаковых условиях, вот скажите, условия одинаковые, но сияют, получается, не болтун, а вот это вот сюда смотрим. И даже сейчас, все, правда, уже все зеленеть начинает, и сейчас бы можно было на полночь еще тысяч 10, 20, 50 собрать еще. Причем именно те, которые, заметьте, большая часть из них, какие раскрылись и были созданы мышами. Да? Вы видите? Большая часть. Но уже здесь селекцию можно провести. Еще год будет потерять, еще 10 лет. Ну вот, вот вам и улыбка. Вот я с улыбкой рассказал горькую правду. Вот, смотрите внимательно. Узнаете эту даму? Ну, она смогла собрать все. Нет, конечно. Вот это только маленькая часть работы. Одна же работа масштаба государства. Чего надо в бригаду послать? Вот. А вот это вот я восхищаюсь своим товарищем. Ну, кто у нас этот товарищ? О, простите, друзья, фамилии не вижу, но благодарен. Посмотрите, человек мои корочки посадил. Посмотрите, какая технология. Посмотрите, что все они снаружи. Это и есть технология по железу. Почему, друзья? Потому что крупнейший авторитет, две фамилии, ну, не буду называть, один на том свете, садите на 10 сантиметров, другая жива, здорова, но стоит на своем, да, это самое. Вот. Антон Сафронов, гражданин Сафронов, это вы к ней обратились? Почему железо пишет, что надо вот так, а вы пишите 5-6? Что она ответила? Вспоминаем. Нет, уже, если она ошибается, она будет стоять до смерти теперь. И теперь, даже если она внутри убеждена, что это была страшная ошибка заглубления, на ее с этого пути не сдвинешь. Она же, кто? Известный ученый. Вот. И ссылка на железо не помогла. Ладно. Но, какой минус у них у всех? Правильно. Моя технология, неглубокая закопка, привела практически к 100% схожести, а теперь отличили, которые боятся влаги, которые не боятся. Ну, как отличить? Все одинаково. А это выявится потом, когда этот саженец вырастет, где-то что-то все, проехали. Я, наверное, случай жизни пропущу. У меня есть такие случаи. Хоть деньги берем. Вы понимаете? А у меня было пару фильмов, я их не знаю, как назвал, около садовой рассказы. Там были случаи, которые как раз сейчас бы рассказать смешные, анекдотичные случаи жизни. Те же люди приезжают. Люди разные. Но меня что возмутило? А вы нам расскажите. А ты пришли мне 200 рублей. Потому что каждый фильм 20-30 минут мне обходится 200 рублей. Нет, кто-то сразу забывает. Вот про это. Ладно. я особо деньги эти 200-300 рублей не требую. Даже 100 не требую. Просто у меня бывает потребительское отношение обидно. Я тратю деньги. Мой брат тратит часы, часы, часы сидит за компьютером. Попробуйте сделать. С братом мы сделали тысячи лет фильмов. И до него еще пару тысяч. И денег я потратил еще треть миллиона. Нет, еще давай. А про деньги забывают ребята. Поэтому я сейчас возьму и пропущу. Хотел пару случаев рассказать. А это знаете что? Это посадка по примерно. Люди читали и слушали и смотрели нашего друга Латинкова Царства Небесного и там посадка между двух досок досок или досок посредине кладутся косточки и сверху просыпается может быть сантиметр два земля. И потом когда взойдут доски убираются а лишняя земля размывается дождями и поем. А мне спросили как по Латинкову. Посылаешь к его этим фильмам обижаются. Вот. Ну тогда он мне устал рассказывать по телефону и тогда вот это тоже близко к этому. Только здесь вот если вовремя не убрать эти толстые доски. Зашли хорошо, рад, поздравляю. Кстати, горшки видите? Но если сбоку высокие доски не убрать, то это просто получится вот такой опять полезет. Хиленький росток. Вот. Ну а это к чему? Так. Начинается знаете как? Мне говорят почему не раздаешь лишнее? Я ждал до последнего. До последнего ждал. Буквально вчера я сказал все, я вас забираю много-много косточек и второй день тишина. То есть скорее всего просто... Вот день много-много я сказал 50% скидка да-да все отлично но второй день молчит. Уходят последние дни а они у меня ставят серваны. Вот. А я еще надеюсь продать не просто подарить и продать. Раз последний заболчал. А это фотография с первых лет. Сду до последнего а потом уже продавать поздно и дарить поздно. Видите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА